Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. О науке и литературе в Бресте прошла библиотечная ассамблея Евразии. В год тысячелетия особое внимание ветеранам. Сразу несколько добрых акций состоялось в городе для седовласых героев. Быть или не быть – шекспировский вопрос в отношении раздельного сбора мусора. Мнение экспертов и горожан. И это лишь часть тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты программы «Итоги недели». В рамках мероприятий, проводимых по случаю предания городу Бресту статуса «Культурная столица Содружества» 2019 года в областном центре состоялась конференция Библиотечной ассамблеи Евразии. Представители разных стран собрались в Брестской областной филармонии не только для обмена опытом и идеями, но и для торжественных вручений подарков для города и его жителей. Несмотря на то, что Брест переступил тысячелетний рубеж, сюрпризы по торжественному случаю не прекращаются. Цивилизация создается тогда, когда люди сохраняют историю. Эта фраза предварила начало большого мероприятия, которое прошло в стенах Брестской областной филармонии. Здесь состоялось выездное заседание Библиотечной ассамблеи Евразии. Более 25 лет назад была создана ассамблея для того, чтобы соединить библиотеки стран Содружества независимых государств. Но на этот раз главной целью стала передача в Дарфок семильного издания Берестейской Библии. Самой большой книги в истории отечественной печати. Издание весит 15 килограмм и насчитывает около 1500 страниц. В нем с точностью воссозданы все особенности оригинала. Его размеры, характер печати бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен переплет. В праздновании города произошло уникальное событие. В городе Бресте появился оригинал Берестейской Библии. И мы этому очень рады, как жители этого города. Но я хочу сказать, что наш проект именно направлен на то, чтобы дать возможность прикоснуться, потрогать и поработать с этими экземплярами книги. Нам еще будет сделан городу очередной подарок. Это копия Библии, Берестейской Библии. И будет передана нашему музею города Бреста, где наши жители города Бреста, гости и другие участники смогут прикоснуться к той истории, полистать ее, посмотреть. Всего фактимильных изданий 11, но одна копия книги останется в Национальной библиотеке Республики Беларусь, а 10 других поменяют свою прописку на Бресту, где с радушием их встретит музей и библиотеки города. Но это был не единственный подарок. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь передавали в дар электронную копию книги Брестского магистрата 1623-1626 годов. Подлинник хранится в Национальном историческом архиве и до сих пор мало использовался исследователями. Документ может дать подробную иллюстрацию жизни города в 17 веке. Учитывая историческую ценность, потому что эта книга представляет не только для историков ценность, там могут и другие этнографы, и филологи, все воспользоваться этими книгами, этой книгой. И даже там есть интересы для художников в какой-то степени, потому что там вот эти вот буквы, которые написаны, они тоже имеют определенное художественное оформление, и это может быть интересно и для них даже. Очень благодарны мы, прежде всего, конечно, депутатскому корпусу, банковским учреждениям и бизнесу за то, что могут позволить себе подарить городу Бресту такие незабываемые подарки. Ни для кого не секрет, что благодаря решению Совета глав государств СНГ 2019 объявлен годом книги. А потому популяризация чтения и развития национальных литератур стала одной из ключевых тем этого года. Кроме того, интересные мероприятия в городе не заканчиваются. Юбилейный Брест еще ожидает череда событий, встреч и праздников. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Политика белорусского государства всегда была направлена на поддержку ветеранов. К сожалению, все меньше хостановится с каждым годом, а потому судьба каждого из них сегодня – это книга жизни, кодекс чести перед своим отечеством. Многое им пришлось повидать на своем веку. Сначала героически оборонять рубежи родины, после восстанавливать ее. Но как бы ни было тяжело, поколение 20-30-х сумело сохранить особую любовь к жизни и позитив, с которым эти седобласые герои и сегодня идут по жизни. Знаковая дата – тысячелетие Бреста – стало еще одним поводом для того, чтобы сказать каждому из них спасибо, пожелать здоровья и успехов. К миссии подключились и представители власти города, и сотрудники Российского центра науки и культуры. На теплых, по-семейному, дружеских встречах побывали наши корреспонденты. Глядя на эту милую, обаятельную женщину, сложно сказать то, что демонстрирует ее паспорт Людмиле Константиновне Колтанюк – 100 лет. Несмотря на это, женщина бодрая и с особым радушием принимала гостей. Представители ветеранского актива Управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома, главу депутатского корпуса города Николая Красовского. У таких людей, по мнению Николая Васильевича, действительно есть чему поучиться. У этих людей надо поучиться жизненной мудрости, надо поучиться умению жить, творить. Это живая история нашего Бреста. Поэтому очень, наверное, символично, что в год празднования тысячелетия мы все-таки находим возможность и желание, самое главное, увидеть этих людей, почествовать, поздравить. Он участвовал в операции «Багратион» в освобождении Смоленска, Орши, Минска и Гродно-Праги. Его китель украшает множество орденов, среди которых особое место занимает медаль за отвагу. На фронт Андрей Гаврилович Вишняков ушел еще со всем мальчишкой в 42-м. Сегодня он почетный ветеран, гордость города. Гостям Андрей Гаврилович много рассказывал о себе, о своей жизни. Поделился, что здоровье иногда уже подводит, но вот сила духа осталась той же молодой. Я любил трудиться, физически трудиться. Вот как только появилась возможность проявить себя на даче, так я мог там ночевать, дневать и ночевать. Но только не просто лежать, а работать. Городской совет ветеранов объявил акцию. С тысячелетием Бреста 100-летний ветеран. Сказал о своей инициативе в горосполкоме, руководству, городскому совету депутатов. И мы были поддержаны. То есть наша инициатива была поддержана. И вот такая акция стартовала несколько дней назад. Вчера ветераны Великой Отечественной войны и труда. А их в городе Бресте 10. То есть сегодня в Бресте проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, которые отметили свое столетие. Сегодня такие люди пример не только для своей семьи, для всего поколения. Ими восхищаются, их ценят и уважают, а самое главное – уделяют большое внимание. Тем более в юбилейный год для Бреста. Им рады в любом коллективе. Их всегда ждут на встречах. Российский Центр науки и культуры также присоединился к поздравлениям. За большим круглым столом звучали воспоминания, а душу грела фронтовая солдатская песня. Дорожка фронтовая, не сражена нам ломбежка любая. Там помирать нам радовата, есть у нас еще дома дела. Там помирать нам радовата, есть у нас еще дома дела. Настроение отличное. Как только позвонили, так я уже сразу настроен был на то, чтобы пойти. Ну, не первый раз, конечно, так что мне это уже привычку и настроение настоящее. Как и положено быть на боевом посту. Сделать сегодня все возможное, чтобы дать этим уважаемым людям больше внимания и заботы. Долг молодого поколения. В 75-ю годовщину освобождения Беларуси, в год тысячелетия Бреста, так важно сказать спасибо всем тем, кто смог пережить то страшное прошлое и дать миру новый день, новое свободное будущее. Общение дает возможность обменяться мнениями по текущим делам. Все, конечно, рады, что город отметил тысячелетие. Но перед этим был для нас очень важный праздник. 75 лет освобождения нашего города Бреста и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Нас всех наградили медалями. 75 лет победы в Беларуси. Мы очень довольны и рады. Мы гордимся, что у нас в городе хорошая такая ветеранская организация. Ветераны находятся под контролем, внимания уделяется достаточно. Поэтому хочется еще жить, служить и помогать нашей Родине. Это вот такой вот комплексный проект. И мы очень рады, что наши ветераны в строю, что мы их опять видим, в замечательном состоянии здоровья, бодром настроении. Но здесь сегодня не только ветераны, а также жители блокадного Ленинграда присутствуют. И, конечно, городской совет ветеранов Мария Михайловна Голодун всегда нас поддерживает, отзывается. Мы совместно проводим такие мероприятия. Кроме концерта, мы, конечно, вручим памятные подарки нашим ветеранам. Ну и, в принципе, я думаю, что это будет такое живое общение, которое порадует и их, я думаю, что им это надо, ну и нас, безусловно, тоже. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Юлия Селюк, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите большие итоговые новости на канале БУК-ТВ. Поговорим об экологии и экономике, и о мерах, которые позволяют развитие этих областей улучшить. Раздельный сбор мусора – один из способов, который реально превращает отходы в доходы. А еще это простой и цивилизованный способ справиться с проблемой растущих свалок, отравляющих воздух. В Европе сортируют отходы уже давно. Большое внимание этой теме уделяется в Швеции, Словакии, Германии, Нидерландах, Финляндии. Беларусь в этом деле также не новичок. Насколько прижилась практика раздельного сбора мусора в Бресте. И еще раз о том, почему важно внимательно относиться к тому, что попадает в корзину. Простыми словами об одном из самых главных экологических вопросов расскажем прямо сейчас. Технология раздельного сбора мусора по-разному приживается в регионах Беларуси. В Бресте яркие контейнеры для раздельного сбора есть практически во всех дворах частный сектор не исключение. Зеленый для бумаги, желтый для пластика, для стекла синий. У жителей микрорайона Южный привычка разделять стекло, бумагу и пластик прижилась хорошо. Брещанин Александр, житель одной из многоэтажек, что на улице Жукова точно знает. Смешивать отходы и экономически, и экологически невыгодно. Граждане, которые проживают в ближайших районах и где есть места, оборудованные для того, чтобы складировать и производить раздельный сбор мусора, должны этим заниматься. На балансе Брестского мусороперерабатывающего завода сегодня 2600 контейнеров для раздельного сбора. До конца этого года планируется закупить еще 1200. По городу курсируют три автомобиля мусоровоза. Пластик и бумагу вывозят еженедельно. Стекло забирают один раз в две недели. В 2015 году, например, план по раздельному сбору, в частности по бумаге, был отведен на участок порядка двух тонн всего-то. Сегодня мы собираем порядка 200 тонн. Вторичные материальные ресурсы, которые попадают в контейнеры, они, как правило, практически не требуют десортировки. Я хочу большое спасибо сказать гражданам, которые очень серьезно к этому вопросу относятся. Помимо экологического фактора, есть экономические пластиковые бутылки. Картон и бумага не поступают на захоронение, а направляются на перерабатывающие предприятия с целью дальнейшего использования. Как итог, получение товаров, которые вскоре можно будет применять в хозяйстве. Кстати, бумагу можно вторично использовать до 7 раз, пластик до 30, а стекло и вовсе в природных условиях не теряет своих свойств. Из тех отходов, которые поступают к нам на предприятие, за прошлый год было сортировано 9700 тонн отходов. Если смотреть то, что собрано раздельным сбором, то эта цифра составляет 1750 тонн. Конечно же, это еще маленькое, но с каждым годом количество отходов, которое собирается раздельным сбором, увеличивается. Поэтому мы надеемся, что наши жители будут равнять себя с той же Швецией, где все отходы, которые образуются, поступают, именно собираются раздельно и поступают на дальнейшую переработку. Сотрудники мусороперерабатывающего завода призывают не лениться раскладывать мусор по разным орнам. Ведь принцип «разделяй» и «выкидывай» – прямые инвестиции в будущее города, области и страны. В продолжении о технологиях. Лаборатория промышленной робототехники появилась в Брестском государственном техническом университете. Создать такую масштабную научно-практическую базу удалось силами вуза при активной поддержке предприятий города. С некоторыми ноу-хау технического университета Брест уже знаком. Например, робот Анастасия – шахматная королева уже вовсю работает в детской школе «Черная пешка», где помогает малышам учиться выстраивать стратегии. И это только один пример эффективной реализации задумок интеллектуальной молодежи. В рамках торжественного открытия гостям показали еще несколько новых разработок. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о технологиях, за которыми будущее. Открытие этого объекта положит начало новым образовательным традициям. И о Бресте еще больше заговорят, как о городе, с сильным интеллектуальным ресурсом. В Техническом университете теперь заработала лаборатория промышленной робототехники. Говорить о том, что это что-то запредельно новое, не приходится. Брестские стартапы нередко становились масштабными проектами. Однако теперь возможностей для развития стало больше, а перспективы еще шире. Один из организаторов этой лаборатории, как бы идея, принадлежит компании «Саушкин продукт», которая заинтересована в развитии новых технологий, именно белорусских, своих местных. Одном системном интеграторе системы промышленной автоматизации, который, скажем так, представляет интересы крупных европейских поставщиков оборудования, то есть самое современное оборудование, которое нужно внедрять в производственный процесс. Ну и Технический университет выступает как, собственно, поставщик кадров студентов тех ресурсов, которые можно обучать на базе этой лаборатории. Большое количество компьютеров и необычных деталей. Именно так выглядит пока единственная в области промышленной лаборатории робототехники. Первую экскурсию по новому помещению также проводит робот. Прямо сейчас я проведу небольшую экскурсию по нашей лаборатории. Следуйте за мной. И да, если что, я вас вижу. Роботизированный кукольный театр – еще одна новинка, чья презентация состоялась в дни празднования тысячелетия. Конечно, человеческий ресурс заменить невозможно, но выглядит довольно интересно, как и робот-бармен. Хотите продегустировать йогурт? Машина обслужит в несколько кликов по монитору. Вам лишь на планшете нужно выбрать вкус, который вы бы хотели выпить. Вот, нажимаем вкус, нажимаем на кнопочку «Хочу». Он устанавливает стаканчик в подстаканник. И потом берет бутылочку с тем вкусом, который вы выбрали заранее. Открыть такой масштабный промышленный центр удалось при поддержке крупных предприятий, которые выступили спонсорами этих начинаний. Сегодня на производствах заинтересованы в технических разработках, особенно отечественного производства. Это современная лаборатория, оснащенная по последнему слову техники. Новейшая модель роботов, база для обучения студентов. Ну, а мы свои, так сказать, дивиденды будущие видим в том, что сегодняшние студенты уже в ближайшее будущее придут на работу к нам, к нашим настоящим и потенциальным заказчикам, подготовленными инженерами, которые получили опыт работы с этим новейшим оборудованием. А вот несмотря на такое заблуждение, широко распространенное, то, что роботы забирают у людей рабочие места, на самом деле это абсолютно не так. И у нас в стране, и в Европе, и я думаю, что в мире в целом как раз наблюдается острая нехватка квалифицированных инженеров. За робототехникой будущее уверены в администрации технического университета. Новинки здесь всегда поддерживались, и политика эта будет продолжена. На то, он и технический университет, и одним из направлений как раз является одной специальностью робототехника, автоматизация, искусственный интеллект, поэтому тема лаборатории очень хорошо попадает на профиль нашего университета, факультета электронно-информационных систем и машиностроительного факультета. Поэтому эта идея была воспринята абсолютно позитивно. Ну и вот то, что было задумано, вот оно реализовано. Кстати, и ректору студента и педагоги вуза сделали робота-помощника. Теперь его подпись стоит на сувенирной продукции университета. С документов была взята фотография подписи ректора. Дальше мы это все преобразовали в координаты, понятные роботу. И он просто дальше движется, выполняет действия аналогичные в руке человека. Постепенно база лаборатории будет пополняться. Это пообещали спонсоры. Что же касается ближайших перспектив, то уже через несколько дней сюда придут на занятия студенты. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Уже завтра, 15 сентября, библиотекари нашей страны отметят свой профессиональный праздник. Этот знаменательный день, День библиотек, появился в стране еще в 2001 году по указу президента Республики Беларусь. Официальная дата праздника, 15 сентября, была выбрана не случайно в честь Дня основания Национальной библиотеки – главного книгохранилища страны. Эти учреждения всегда были, есть и останутся настоящим центром культуры для людей всех возрастов, несмотря на то, что современное поколение уже давно погружено в виртуальный мир интернета. О том, чем сегодня живут и дышат кладези знаний, падает ли интерес к литературе и какие функции возложены на эти учреждения – в сюжете Юлия Селюк. Именно в высоконравственном развитии читателей большая роль отводится библиотекам, кладезям знаний во всех сферах деятельности и своеобразной креативной площадке, на которой происходят различные события. Их основная задача – привить художественный вкус и воспитать с помощью лучших книжных образцов. Сегодня на библиотечных стеллажах собраны книги на любой вкус, начиная с художественной литературы и заканчивая краеведческой. Каждый экземпляр – загадка и своя история, которая требует внимательного изучения. Как я вижу, нашу задачу на сегодняшний день – это как раз-таки сделать библиотеку третьим местом, где можно прийти и взять книгу или журнал, и в то же время поработать, и провести приятно свой досуг. Чего нам не хватает на сегодняшний день – это техническая оснащенность. Поэтому все-таки мы движемся в цифровую эпоху. И библиотека будущего в обязательном порядке будет сочетать в себе и электронную книгу, и бумажную книгу. Надеемся, что у нас все получится. «Не будь на свете книг, я бы давно пришел в отчаяние». Известная фраза Артура Шопенгаура, как никакая другая, целиком и полностью отражает отношение студента Владислава Шпарла к литературе. Молодой человек без книги, как без рук, а потому у библиотеки постоянный читатель. «В библиотеках есть та редкая литература, которую вообще не найти в электронном виде. Я считаю, что библиотеки сегодня, несмотря на то, что не настолько массово, но все равно, тем не менее, они востребованы, они нужны людям. Потому что здесь, в библиотеках, хранится мудрость, хранятся знания человека, хранятся какие-то ценные наработки по тем или иным аспектам». Современная библиотека – культурный, информационный и познавательный центр. Здесь всегда тихо, уютно и умиротворенно. Такую душевную и по-настоящему домашнюю атмосферу создают те, кто десятки лет трудится в библиотечном мире. «Приходят разные люди. Читают и молодежь, читают, конечно, и люди среднего возраста, и пожилого возраста, читают все. Правда, молодежь, конечно, они предпочитают в основном читать уже электронные книги. Они спрашивают у нас даже электронные версии книг». Сегодня важной составляющей полноценной работы библиотек является организация творческих мероприятий с интересными личностями. Накануне работники учреждения культуры в своих стенах встречали неординарного талантливого гостя – поэта из Израиля Феликса Чечика. В творческой копилке автора порядка десяти поэтических книг, множество публикаций в журналах Москвы – краткие и ёмкие, парадоксальные. Со своими шедеврами этот поэт, безусловно, входит в элиту поэзии. «Не было бы творчества, не было бы меня», – говорит Феликс Чечик. «Одохновляет меня, конечно, моя муза, то есть моя жена Галочка. О чем я пишу? Ну, обо всем. Наверное, о любви, о времени, о мироздании, о смерти. Беларусь, значит, очень много, это моя родина. Пинск – малая родина, Беларусь большая. Брест я не был уже сто лет, это метафорически. А на самом деле лет, я посчитал лет 35. То есть проездом из Москвы, но так, чтобы как-то общих знакомых, близких друзей не было. И вот я впервые за почти что 35-37 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Брест – красавец». Инициаторы встречи отмечают его великолепные стихотворения, неподдельная, но своеобразная поэзия. Традиционное для Феликса Чечика неформальное дружеское общение стало еще одним критерием успеха автора у читателей. Такие встречи проходят всегда интересно и неординарно. «Он не возносит себя на какие-то там катурные пьедесталы. Он не амбициозный человек. Его стихи отличаются сочетанием вот таких простых бытовых деталей и высокого неба. Это вот такое редкое качество, то, что я, как также пишущий человек, люблю, когда прозы пристальной крупицы входят в лирику. И они емкие. Он не многопишущий, имеется в виду, не создает какие-то лирические полотна. Он просто пишет, как дышит, как живет». Человек с большой буквы, посвятивший медицине всю свою жизнь. В свои 78 лет она продолжает трудиться, не покладая рук ради благополучия и здоровья людей. А главное, не планирует останавливаться. Полная сил, энергия и оптимизма скибор Лидия Ефимовна поделилась с нами своей историей и рассказала, почему продолжает работать на посту медицинской службы. Повествование об удивительной брещанке в сюжете Ирины Кузьмич. Родилась героиня нашего сюжета за 11 дней до начала Великой Отечественной войны в семье, где каждый связал свою жизнь с медициной. Потому и выбор будущей профессии не стоял. Лидия Ефимовна целенаправленно продолжила дело родителей. Профессиональный путь сразу после окончания университета она начала в сельской участковой больнице. Отработав 4 года, переехала в Брест и решила, что хочет связать свою медицинскую деятельность с детьми. На работу шел, как на крыльях летел. Ночью спать невозможно было, потому что думал, как там тот или этот ребеночек. И это такое удовлетворение испытывалось, когда придешь, поступает ребенок с одышкой, соносно-сорубного треугольника, задыхается. Там откапаем, отольем, на следующий день приходим, он улыбается своим беззубым ртом. Трудилась в стационаре детской областной больницы без отрыва от производства более 40 лет. Работать с детьми в их первые годы жизни было лучшим временем для нее. Сегодня Лидия Ефимовна – врач функциональной диагностики, специалист, который детально обследует пациентов сквозь призму аппаратов. Находясь на должности около 5 лет, Лидия Ефимовна отмечает, что общение с людьми и такой доброжелательный и сплоченный коллектив – настоящая отрада. Здесь очень хороший коллектив. Я бы, конечно, не смогла так долго и продуктивно работать, потому что у меня очень хорошие помощники. Работая 55 лет в медицине, Лидия Ефимовна делится с нами, что ни одной минуты не жалела о выборе профессии. Кроме того, она с любовью и заботой говорит о своих верных помощниках, а те, в свою очередь, отвечают ей тем же. Мы с Лидией Ефимовной работаем уже 5 лет, но, в принципе, у нас весь коллектив такой слаженный. Работаем дружно, друг другу помогаем, друг друга выручаем. Мы всегда друг друга поддерживаем и просим помощи, и всегда друг другу помогаем, а иначе как можно работать? Интересная женщина с большим сердцем и душой, с огромным жизненным опытом и опытом во врачебном деле. Её можно по праву назвать мамой отделения, ведь именно к ней идут те, кто нуждается в помощи и поддержке. Лидия Ефимовна обладает ещё, естественно, большим жизненным опытом. Поэтому какие-то вопросы, даже и не связанные где-то с её профессиональной деятельностью, можно с ней решить. Какие-то советы, которые, опять же, не связаны с профессиональной деятельностью, можно от неё получить. И она, конечно, опекает и молодых врачей, и медсестёр отделения. И, конечно, она для нас является примером. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Это были итоги недели на «Бук-ТВ». Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 15 сентября погода города Бреста будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения. Днем скажется влияние фронтальной системы. Ветер западный, юго-западный умеренный. Днем местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 11. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 19. 16 сентября областной центр будет находиться в зоне атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтики. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный. От 13 до 15 градусов прогнозируют синоптики в ночные часы. Плюс 15, плюс 17 – температурный фон дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok